В этот день, 19 мая, родились. В этот день, 19 мая 1484 года, в Московском Кремле заложен Благовещенский собор. 19 мая 1586 года началось строительство Самарской крепости. 19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, которому в то время было только 9 лет. Примечательно, что именно в этот же день 1728 года Петр II перенес столицу России обратно в Москву. 19 мая 1922 года в Советском Союзе создана пионерская организация. Ликвидирована она была в сентябре 1991 года. 19 мая 1939 года впервые в истории в воздух поднялась двухступенчатая ракета. Почти все сознательные пионеры Советского Союза в 20-е и 30-е годы мечтали о полетах, полетах на самолетах. Самые передовые из сознательных грезили о ракетах. Вот как вспоминал инженер-конструктор Игорь Меркулов, как он заразился этой идеей. Через пионерский отряд. Да-да, все началось в далекие 20-е годы. Мы, пионеры одного из самых первых в Москве отрядов, стремились не пропустить что-нибудь интересное. Однажды из афиш мы узнали, профессор Баев прочтет лекцию о проблемах летания в космос. Под звуки горной и барабана я лихо шагал в строю отряда. Гордо косился на прохожих, не подозревая, что шагаю, как говорится, в свою судьбу. Лекция потрясла меня. Только-только стали популярны идеи самородка Циолковского о полетах в космос. В 20-м году он выпустил работу о космических ракетных поездах. Суть такова, и вверх запускается ракета с несколькими ступенями, как только первая расходует свое топливо, она соединяется, падает на землю, в строй вступает вторая ступень ракеты, ее сменять третья. Так на орбиту не нужно вести тонны лишнего груза. Игорь Меркулов стал тем, кто впервые на практике испытал идеи многоступенчатой ракеты. Пусть весьма примитивные ракеты, первая ступень работала на пороховой шашке, но ведь всегда надо с чего-то начинать. Меркулов в 30-е годы начал работу над реактивными двигателями. Бок о бок с ними были будущие классики космонавтики вроде Королева, непосредственно начальник Юрий Победоносцев, один из родоначальников Катюши. Правда, в самом конце десятилетия их отрасль переживала тяжелое время, были репрессированы очень многие инженеры, в том числе в лагере находился и Королев. Автором первой двуступенчатой ракеты РВ-3 стал именно Меркулов, очень молодой инженер. Вот как день испытаний новинки описывал журнал «Юный техник» 1980 года. Студент МГУ Игорь Меркулов на новенькой полуторке, предоставленной ему заводом «Авиахим», трижды проехал через всю Москву. В начале еще утром он привез бригаду механиков и они в открытом поле собрали в стартовой установке двуступенчатую ракету РВ-3, загородили установку стальным щитом, протянули провода запуска. Потом ближе к вечеру прибыли астрономы с приборами, которые недавно научились определять скорость полета метеоритов и теперь должны были измерить скорость полета ракеты. Стояла тихая звездная ночь, отчаянно заливались соловьи, на мгновение ему даже стало жаль прерывать эту теплую тишину. Да, все верно. Для удобства работы астрономов, их наблюдений за следом от ракеты, испытания проходили в кромешной тьме, из акта о проведенном испытании. Пуск состоялся в 22 часа 40 минут. Через одну секунду пороховая ракета, благодаря устроенному воздушному тормозу, отделилась от торпеды и упала вниз. В этот момент начал работать воздушно-ракетный двигатель. Двигатель работал равномерно и непрерывно. Продолжительность работы двигателя в соответствии с количеством взятого горючего была 5,5 секунд. За все эти считанные секунды ракета преодолела 2 километра строго по вертикали. Двуступенчатая ракета РВ-3 доказала свою работоспособность. Эти испытания в далеком 1939 году показали, что Советский Союз вплотную подобрался к главным техническим державам, даже в чем-то их обгоняет. Скажем, американская двуступенчатая ракета взлетела лишь 10 лет спустя. Однако пока ракетостроение входило только в пору своего детства. Настоящая большая двуступенчатая ракета Р-7 выведет искусственный спутник Земли на орбиту 18 лет спустя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова